вот так друзья начнем сегодняшний влог жарю котлеты все-таки картошечка варится последний капритоса лежит не вместилась блин к сожалению рубаю салатик листья салата у нас огурец морковь и морковку да татьяна помидорки сейчас помою нарежу вернулась клиники ехала я туда восьми еще не было вернулась было почти два часа дня и это с учетом того что саша меня обратно на скутере привез на автобусе я еще дольше бы добиралась сейчас покушаю голодная потому что представьте утром позавтракала около 7 утра и больше не пила не пила не ела не пила не ела до двух пришла конечно попила вот делали мне узи живота кт с контрастом легких в общем сейчас поем и все в подробностях расскажу так вот как сегодня все прошло саша меня докинул утречком в униклинику я приехала не было еще и 8 8 был термин у меня и все пошло гладко значит сначала я пошла зарегистрировалась ой даже не знаю как это сказать в общем на то что я так понимаю что потом понедельник меня переведут в отделение туда я записалась пока не знаю где я буду лежать но куда-то записали мне в общем зарегистрировалась туда потом я спустилась поговорила с доктором доктор опять был другой этого я видела опять первый раз не несла это беседа какой-то большой смысловой нагрузки ничего нового я не узнала чисто такое общее знаете я кстати вчера с вечера подумала написала на старистики все что мне нужно не забыть все что я хочу спросить в общем в этот раз подготовилась договорились саши что саша как освободиться тоже подъедет ко мне я думаю просто если говорить главным врачом не то чтобы это что-то пойму не пойму я посуду мало но мало ли знаете всеми спрашивают какие-то вопросы и вроде как сразу вопросов нет а потом возникает я думаю что мы будем вместе мой без саша что-то додумается может какая-то мысль у него придет может как-то все-таки вдвоем она как бы по-другому ну вот саша мне сказал что он приедет без проблем он освободился пораньше приехал сделал тест не пцр обычный там делает прямо для клиники для посещения клиники ну когда ты палате кого-то посещаешь нужен тест когда вот как я просто прихожу не нужен тест саша сделал тест идет такой уверенной походка ему вы куда он говорит посетить посетить там кого-то там да и у меня с посещения в 12 и не пустили его он до 12 сидел ждал в общем на улице пока можно будет заходить ну короче надо было самом деле сказать что у тебя термин игры прошел бы и без теста и без проблем но да ладно ну просто там один тоже человек второй раз уже не подойдешь с какой-нибудь какой-нибудь другой версии да а утром когда заходишь там два потока идет один для работников один для тех кто куда-то еще идет вот так что доктор доктор значит новый другой ничего нового мне такого прям не сказал посмотрел еще раз в горло что мне смотрят всегда так этого знаете язык высовываешь они его марли держат и такой фигней в горло что-то там смотрит там зеркальце на конце но ни один доктор еще ничего особого там не взглядел но смотреть пытается каждый вот этот даже не щупал мне здесь ничего не смотрел никаких узи ничего такого тут больше уже я его спрашивала я будет доктор почему мы не когда делали первую операцию менее вырезали лимфоузел он сказал что это нормально это обычная практика что сразу никто ничего не вырезает а сначала берут на анализ но я так проанализировал наверно доктор думал если бы была бы киста то он бы и вырезала так как там не киста ну видимо взял просто анализ он говорит что если вырезать это совсем другая операция это и дольше и все короче вот так потом вчера написали в комментариях что у меня опушая правая сторона лица честно сказать я не замечала после того как написали я посмотрела в зеркало но не скажу что прямо пуши ну то ощущение да что она чуть больше чем вот это есть может это отсек может быть я по жизни такая никогда не обращала внимания но никогда дописали я посмотрела да я вижу саша как ты видишь блин я никогда сам бы не заметил не сказала бы но если ты говоришь это смотреть туда я вижу сегодня я доктора говорю доктор вы видите это он такой задачный но если вы не сказали бы я в не заметил а так Boric но может минимально может быть грядь связана до еще с этим короче ничегоHello мне это не сказал но это не не настолько чтобы прямо на все опухше и все видно что прям очень-очень сюда так вот что еще у него спросила ну как конкретно будет называться то что не буду делать потому что там же меня будет потом каждый допрашивать когда прошлый раз я ложилась не два или три раза спросили где именно мне будет операцию делать и и что именно мне будут делать я говорю я же не в курсе как это называется я опять забыла какая-то скопия типа как бронхоскопия гастроскопия только еще что-то скопия то есть это будет просто водится тоже такой же шланг наверное и не знаю как это обозвать и там будет камера наверное тоже да и они будут все это рассматривать все участки все изучать все что им не нравится все что подозрительно брать там пробы в общем это будет вот так происходить также он мне дал подписать бумагу дополнительно на то что я согласна в эту же операцию если доктор решит что он сможет удалить мнение далины обе если он посчитает я подписала что еще по поводу того что все результаты отправляли бы семейному доктору он сказал что вы можете получить на руки все вот эти вот результаты если посчитаете нужным отнести семейному доктору они отправляют тому кто дал направлении также после следующей операции мои тоже на на руки получу документы если надо будет вы можете семейному отнести вот больше ничего такого особенного не припомню и до после этого я пошла и попросил чтобы не распечатали результат гистологии по вызывайте да потом вам покажу после этого меня отправили к анестезиологу и все как-то быстро шло как-то одно за другим к анестезиологу я попала где-то без 29 а потом уже я чувствовала что оказывается в 9 часов у меня был термин на к т но это там уже они записывали меня они сами в курсе они меня направляли куда что идти то есть я не должна была там смотреть чтобы не прошли опять это уже именно там регистратуре или как-то правильно даже называется отвечали за это так вот меня отправили к анестезиологу и там немножечко у нас затянулась во первых девушка была такая очень молодая но очень тщательно все спрашивала все записывала я и напомнила про то что там была проблема с этой трубкой она посмотрела сказала что да у нас действительно есть такая отметка что потом они воспользуются чем-то другим и с этим было все хорошо я как раз запишу там записала короче зафиксировал что они про это не забыли в целом у них отмечено что наркоз я перенесла хорошо что не было никаких больше таких особых осложнений или что-то такого что вот единственным нюансом они не могли вот с этой трубкой справиться вот и короче уже чуть-чуть после девяти я вышла с анестезиолога и опоздала на этот кота как оказалось после этого меня направили я чуть-чуть подождала меня направили на узи живота не даже не знал что не будет его делать вот этот доктор мне сегодня с утра сказал что он будет делать узи живота и к т я говорю легких он говорит нет все от шеи и до до ребер внизу да не греки а он такой посмотрел они нет вы правы только легких ушей вам уже сделали ну ладно думаю других так легких так вот сделали мне узи и брюшно и полости так это называется наверное да в общем от ребер и вниз весь животный там смотрели очень тщательно и есть и хорошие новости в животе у меня все в порядке лимфоузлы в порядке мы прям сразу на месте этот доктор сказал который проверял там печень почки там все что он там видел все в порядке все в норме спрашивал какие-то жалобы есть нет у меня нет никаких жалоб на общем там все гладко все хорошо и потом значит я наверное часа три ждала к т потому что не сказали свою очередь вы пропустили а теперь мы сможем взять только тогда когда будет какое-то значит окно ну а чем-то часа я ждала на одном этаже где вот общее делают вот эти вот все дела потом оказалось что там ближайшее время мне не светит и меня перевели на минус второй этаж там я делаю тут такое делать операционные все общем другом этаже мне это делаю вот ну-ка ты-ка ты что рассказывать подробности кто знает узнает меня напрягло немножечко другое то что они мне сделали значит потом она говорит ну вы полежите еще я пойду с доктором поговорю и сейчас вернусь или что такое доктор мусору сейчас вернусь и они там за окошечком не видела не там разговаривали смотрели в компьютере там что-то все там она вернулась игры все там хорошо она ведь я вам не могу ничего говорить вам должен сказать доктор мы просто проверяли четкая ли картинка изучали просто насколько это все наглядно и понятно а результат мол будет потом не знаю у меня как-то это вот немножечко с одной стороны как бы да но с другой стороны и я очень надеюсь там ничего не будет связано вот именно с тем что сейчас у меня еще на никаких там раковых метастаз или клеток или так далее но то что там будет идеальная картина легких я конечно сильно сомневаюсь потому что семь лет назад у них уже был рентген моих легких и там было пятно на какой-то там не помню на какой именно легком их нижней где-то там части или где и тогда было подозрение на туберкулез которая не подтвердилась я думаю пятно же никуда не денется правда но скорее всего там до сих пор и и есть вопрос но стало меньше либо на такое же будут ли вообще не на это обращать внимание либо мне сейчас плюс ко всему еще сверху опять туберкулез перепишет в общем я не знаю тема осталась открытой что они там нашли плюс после всего пользу прошлого рентгена или два раза короной болела тоже могли быть какие-то там отпечатки до этих легких моих бедных булка не упади со стула боже кобылка так вот ушла я в неведение домой до того как я пошла на узи мне сказали что вам осталось к т узи и поговорить с главным доктором но главный доктор как всегда не уловил мне не удалось с ним сегодня поговорить тоже и в лицо его опять даже не видела даже мимо не пробегал так скажем но если это тот который я видел до этого пару раз так что вот так во втором часу мы с сашей ушли домой сказали что результат узи и результат к т я уже смогу получить на руки в понедельник когда приду на операцию либо после в общем уже будет у них все известно вот такие вот дела теперь мне остается сделать тест на корону воскресенье пцр тест что интересно что прошлый раз его делать не надо было но это был сентябрь а с октября у нас ужесточаются правила какие-то в германии опять типа мол все страшно все опасно не знаю и нужен пцр тест хотя до этого даже на это быстрый тест не делали воскресенье я пойду клинику делать пцр тест и в понедельник значит приду на операцию пока еще не знаю во сколько что сегодня заметила это то что у меня одышка представляете поднялась с 5 этажа на восьмой и потом еле отдышалась один раз думаю что за бред такой пойду еще раз когда надо было еще раз идти но помедленнее и та же самая песня да но надо учесть что я была в плотной маске да сейчас у нас нельзя обычные медицинские в клинике маски а нужно вот эти fpp2 или какие там но понимаете какие прям конкретные я кстати даже посмотрела себя на часах сейчас вам покажу видите две желтые высокие горочки вот это когда я поднималась на лестнице так что прямо интересно что там будет с легкими вот принесла с собой сувенир из клиники мне опять дали новые наушники для телевизора и карточку не забыть пополнить наушники прошлое отдала милане милана уже сломала и расстроилась вот там есть сейчас новые потому что на мне некуда такие засунуть там они в телевизор подходят меня через лизер ничего не смотрю мне опять подарили ручку и блокнотик как мило боже также мне дали новые чулки как они называются чулки от тромбозов забыла и вспомнила сама да так и написано где написано чулки для профилактики тромбоэмболитических осложнений до бедра среднего размера средней длины размер е я вот даже не знаю открывать мне эти либо у меня же прошлое еще есть я их не выбросила рука не поднялась я всего лишь их раз отдела на пару часов я их сохранила так что скоро блин буду чулки продавать от тромбозов таким темпом если меня сейчас делают потом через время будут вырезать скорее всего еще будет операция чулки то накапливаются так что касается гистология я вам даже покажу но это наверное будет больше актуально тем кто по-немецки читает это знаете я вам скажу одно дело читать по-немецки другое дело медицинские термины потому что тут и по русски да было написано не все поймешь а по-немецки из того что поняла я это то что в лимфоузле метастаза каких-то плоскоклеточного какого-то плоскоклеточного рака который вероятно находится в области шеи но это не точно вот значит первое блин не вижу видно первая страничка можете поставить на паузу и кто хорошо владеет почитать покажу сейчас вторую все у меня есть видите все у меня ждали вторая страничка закрывая своих данных это что там секретного имя фамилия и дата рождения которого тоже знают вот вторая страничка видите и потом после этого я так поняла уже была третья страничка вот она третья страничка по поводу совета рекомендаций с вашей стороны просто там пишут там сходи к другому специалисту переделать то все еще в общем если вы мне пишите советы вдруг действительно есть кому-то что-то сказать по делу пишите пожалуйста те кто действительно имеет опыт именно лечение в германии у кого и немецкая обычная страховка они приватная и кто живет в германии потому что ну исходя из этого уже можно что-то думать то как это работает в россии здесь это немножечко не работает или в других странах я допустим не представляю как я могу сбегать еще на кучу обследований самовольно без всяких направлений а если с направлением это кто мне допустим их даст да потому что тут даже обычное самое простое выбить я не знаю что стоит так что вот такие друзья новости я в лидл была уже в рв купила свой салат заправка у меня возник вопрос скажите кто-нибудь уже как и брал форму как они ничего даже коробочка выглядит неплохо килограмм два семьдесят девять возьму попробую хочется что еще о малина по 74 цента смотрите скидка надо взять не обзорщица это телефона разговаривала поэтому больше ничего магазине что я не сделал чай мой малинка пара коробочек ой каждому по одному каки будешь каки как же не видеть давно не дрова пероечки немного видите это что около 60 евро стоило чаша мисто для взбивания а тут уже мы салатом зеленый отперли мы до сих пор не забрали забыли так а это удобно тем я уже давно уже посмотрю на такие сверху такой крышечкой еще желтые помидорочки надо полностью открыть смотрите какая миска хорошая глубокая это одно а второе это крышечка не закрывается вот так и вот когда взбиваешь миксера можно вот так вот и не брызгать на стены и везде и на штаны теперь здорово а ты десятих учи теперь тимура тебе был вопрос касаемо гарри поттера сейчас задам тимур нашел сам комментарий читает давай сейчас татьяна здравствуйте вопрос из гарри поттера тимуру тимур я хочу спросить тебя так как ты отличный фанат гарри поттера то и можешь то и может знаешь ответ на данный вопрос какую фирму возглавлял мистер дурс подожди и да это кристина я помню я начинал пробовать читать там говорилось об этом что он работал на какой-то фабрике блин тимур надо книгу читать но мне сейчас там столько книг но у тебя не замотивировали почитать книжку замотивировали но я не могу потому что у меня там еще куча других книг которые надо почитать эх жизнь школьник мистер дурс дай вспомнить может мне кажется даже папа знает нет на фирме блин я помню я я где-то эту информацию знал не помню блин так откуда значит спасибо за вопрос да я читал начало книги в этом говорилось об этом да там горелось о том как когда еще гарри только-только подкинули дурслям что это об этом говорили что он поехал потом на работу и что там на среду куча всяких странных людей которые там стояли короче сдаемся взгляд будем читать и искать спасибо за вопрос кристина я читаю книгу и поиск и вспомню знаю солнечные очки дома ты на стиле на стиле все друзья пошлите спать уже все время 9 тоже спать идешь стих выучил будет всем спокойной ночи обнимашки любимся с вами завтра